Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Ника Виардо, нетипичный нейропсихолог. Продолжаем мы говорить о семейных отношениях. Здравствуй, Ника. Мария, здравствуйте. Очень рада тебя видеть в студии, посвежевшей, отдохнувшей. И я надеюсь, что мы с тобой продолжим не только эту обширную, очень интересную тему, тему семейных отношений, но и обязательно поиграем. Да, обязательно. Я думаю, что сегодня... Без этого уже нас, наши телезрители, не отпустят. Отлично. Обязательно поиграем и придумаем какие-то задания. Я специальных сегодня подготовила. Ну, задания для индивидуальной проработки, потому что если я буду тебе задавать вопросы, ты начнешь на них отвечать прямо в эфире. Это будет такая телетерапия. И может выйти на свет некоторые факты, о которых, возможно, я бы хотела умолчать. Ну так вот, если говорить серьезно, семейные отношения – это большой труд, это с двух сторон. Но, тем не менее, все-таки семья – это ведь не только отношения между мужчиной и женщиной. Все гораздо шире. Особенно там, где есть дети, особенно там, где есть бабушки, дедушки, братья и сестры, дяди и тети. То есть это вот прям вот целый, по сути, мир, свой собственный такой город, монополис. И смотри, что ты сейчас описала. Ты прям даже руками это показывала. Ты описывала. Вот я прям вижу. Да, да, да. Ты описывала систему. Любые отношения, мы говорим, когда про семью, это не только отношения мужа и жены. Потому что в этой системе у каждого из участников данного процесса есть еще мама, папа, есть бабушка, дедушка. И с этой стороны мама, папа, бабушка, дедушка. Потом появляются дети. И представляешь, когда вот в этом клубке у всех есть разная точка зрения, разный взгляд на мир. Мы разные. И я об этом всегда говорю. Мне кажется, я в предыдущих выпусках это упоминала. Невозможно попытаться переделать другого человека. Если очень сильно хочется переделать другого человека, товарищи, возьмите полено и сделайте себе буратино. Ну, это для мальчиков, для девочек. А мальчикам можно сделать себе мальвину. И когда мы говорим про семью и говорим о том, что это такое, беззаботный, то есть тяжелый труд или беззаботная жизнь, то я сразу скажу, это не то и не другое. Это искусство коммуникации вот в этой сложной системе. Причем, знаешь, как интересно бывает? Меняется один элемент, меняется вся система. Ну, как там кто-то взбрыкнул, сказал что-то, что не понравилось другой стороне, например, родственникам мужа. Какое броуновское движение начинается внутри системы? Это обсуждается, это очень выносится на поверхность. Но самое главное, люди не замечают одной простой истины. Переделать другого человека невозможно. Ну, вообще нельзя. Единственное, чему мы можем научиться в коммуникации, даже в семейных отношениях, наблюдать за тем, какие реакции вызывают мое поведение. Я тебе пример сейчас приведу. Это очень интересный пример. Буквально недавно пробегает бабушка мимо моего сына, моему сыну 6 лет, и говорит, Миша, ну-ка кушай быстро! А сын поворачивается, ей отвечают, бабуля, почему ты так со мной разговариваешь? Ты должна была... А она спрашивает, а как надо было разговаривать? Ты должна была пройти и сказать, Мишенька, кушай, пожалуйста. Ну, ты же меня этому учишь. То есть, смотри, мы одному учим своих детей, просим об этом своих родственников, но сами этого не делаем. Так вот, умение наблюдать за тем, что происходит с людьми, когда я создаю некий стимул, да, с точки зрения нейропсихологии, да, нейрофизиологии, у мозга есть очень простой ответ. Есть стимул, есть реакция. Есть стимул, есть реакция. И это записано в так называемых базальных ядрах, в доминантах. В подкорковых структурах мозга. И очень часто мы живем на автоматических реакциях, не наблюдая за тем, что на самом деле происходит сейчас со мной. То есть, допустим, знаешь, самое частое явление. Женщина спрашивает у своего мужчины, ты меня любишь? Ты меня любишь? Ты меня любишь? Он уже, знаешь, уже за 20 лет он уже на автомате. Да, да, да. А знаешь, чем отличается мудрая жена? Ну, вот от не очень, от простой жены. Она не задает глупых вопросов. Она задает вопросы, но по-другому. Она формулирует этот вопрос так, чтобы запустить у мужчины процесс мышления. Она задает этот вопрос с другой формулировкой. Скажи мне, пожалуйста, любимый, а за что ты меня любишь? И в этот момент она, знаешь, останавливает, по сути дела, пространство и отправляет в мозг мужчины некий посыл для того, чтобы тот подумал, а не автоматически ответил. Интересное явление? Интересное. Ну, как же этому научиться? И как все-таки вот на самых ранних стадиях понять, что это не твой человек, может быть, и не стоит с ним создавать семью? Может быть, посмотреть на родителей и понять, ну, что совсем, ну, вот как бы миры, ну, не то чтобы не бьются, но как-то вот, ну, там, вот в другие стороны тянутся совсем. Да, это очень интересный вопрос, и это как раз опять к вопросу по наблюдению. Мы говорим, что сразу любовь, гормоны, там, все, я хочу, предложение, женюсь, там, проходит месяц. И прям вот так, да, как ты показала. Ну, и как-то ситуация, нет, ну, очень часто просто слышишь, разговариваю, у меня огромное количество знакомых, девушек, семейных пар, и вот одна фраза, ну, вот прям я тебе скажу, и ты скажешь, да, так всегда, вот прям так всегда, все меняется после штампа в паспорте. Все говорят, да, ну, как будто его подменили, или как будто ее подменили. Вот весь этот букет на конфетный период все было просто идеально, но как только мы одели кольца, что-то так вот щелк, и изменилось. И тут же сразу следом летят, ну, конечно же, брак, никто хорошим делом не назовет, ну, и так далее, так далее. И смотри, как интересно, люди, вот особенно женщины, они что делают? У нас есть уникальная функция коры, префронтальной коры головного мозга. Это наша высшая когнитивная функция. Мы умеем фантазировать и мечтать. И отношения, в которые мы вступаем, мы себе фантазируем. То есть я выйду с вами, что, смотри, любая сказка, особенно русская, народная, да-да-да-да-да, почитайте, товарищи, сказки, любая русская, народная сказка заканчивается ровно на одном моменте. Ну, к сожалению, долго и счастливо, а как неизвестно. Да, а как неизвестно. А как? Как это долго и счастливо? Ведь в этом долго и счастливо было очень много разных процессов. Так вот, когда девушка фантазирует на тему, как она классно будет жить с этим мужчиной, вовсе не обязательно, что мужчина думает об этом же. Вообще и женский пол, и мужской пол абсолютно разные. И даже нейрофизиологические процессы мышления и мозговая деятельность очень сильно отличаются у мужчин. Мужчины неговорливы. Ты знаешь, женщина очень часто ждет своего мужчину вечером для того, чтобы вот этот вот весь, все ему рассказать. А он устал. Он настолько сильно пришел уставший, что он не готов воспринимать информацию. Он не то чтобы не любит эту девушку. Но начинаются ведь обиды. Он реально устал. А тут начинаются обиды. А ты знаешь, что самое главное? Я обычно на лекциях на своих, на всех прошу, товарищи, берите ручку, бумагу и записывайте. Потому что инсайты, которые рождены у вас в голове, гораздо более ценные, чем то, что я сейчас скажу. Так вот, обижается только тот, кто готов обидеться. Невозможно обидеть человека, если он не хочет обижаться. Понимаете, разница между «я обиделась» и между «я понимаю, что ты устал», ну, она прям такая, существенная. И вот дать мужчине пространство, когда он вечером действительно отдыхает, это очень ценный навык наблюдения. Равно как и послушать женщину, с другой стороны, когда ей требуется восстановить свой эмоциональный баланс. Ты знаешь, очень многие психосоматические заболевания у женщин случаются не потому, что их не ценят мужчины, а потому что нет женской поддержки. Когда мужчины сравнивают женщин с сороками, они немножко правы, только по той простой причине, что действительно нам требуется гораздо больше времени для того, чтобы эмоционально-психическую энергию, накопленную в течение дня, выразить через процесс говорения. И это правда. И когда мы говорим, еще раз возвращаясь, что все заканчивается после того, как поставили паспорт, потому что женщина или мужчина придумали себе некий образ идеальной семьи. «Хочу жить в домике у моря вот с этим мужчиной». И что мешает, собственно, «живи». А там какие-то начинаются предпосылки, какие-то начинаются манипуляции. Так вот, уникальное свойство коры, префронтальной коры головного мозга – мечтать. То есть человеком извращается, мы моделируем свою реальность, ожидаем, что будет именно так, а ожидания не оправдываются. Ну как перестать ожидать? Чудо. Прямо это, прям честно. Есть такая волшебная формула, мне подарил ее мой учитель. Эмоции равно ожидания минус реальность. Если вы ожидаете гораздо большего, а реальность получается совершенно иная, нужно просто либо к этому быть готовым, либо снижать свои собственные ожидания. И как перестать? Хороший вопрос. Смотри, у каждой… Отключить не получится, это ясно. Эту функцию прекрасную, то, что нас отличает кардинально от мужчин. Это прекрасно. Слушай, эта функция уникальная. Я всем предлагаю, я мужчинам учаю мечтать. Слушай, вот я когда веду индивидуальные сессии, я реально мужчин… С некоторым нужно? Всем нужно. Всем нужно освоить этот навык мечтателя. Всем нужно… Почему? Потому что это естественное свойство, опять-таки, нашей уникальной коры главного мозга – моделировать будущее, придумывать его. Слушай, ну не рождаются уже новые продукты из ничего. Их люди придумывают, совмещают несовмещаемые вещи. Но в отношениях с этим сложнее. Нематериальные вещи совместить проще. А вот совместить навык коммуникации и требовать от человека, чтобы он общался так, как я хочу, нам, честно скажу, невозможно. Возможно сделать первую вещь. Я прям даю сейчас упражнение и прошу его попрактиковать. Попробуйте один раз в неделю наблюдать за чем-то. То есть не включаться в процесс и не жить из позиции «я хочу, хочу, чтобы ты». Я хочу, чтобы ты. Я хочу, чтобы мой ребенок. Я хочу, чтобы мой муж. Я хочу, чтобы моя мама. А выйти как будто бы из себя в позицию наблюдателя и смотреть, что говорят люди. Как они это говорят. То есть наблюдать можно за любыми объектами, за любыми предметами. Наблюдать за кошкой. Допустим, сегодня я наблюдаю за звуками. И вот даже когда я сейчас даю это задание, я сфокусировала свое внимание на слове «звук» и услышала какой-то треск в студии. До этого я его не слышала. «Завтра я наблюдаю за формами». «Послезавтра я наблюдаю за цветом глаз у людей». Слушай, есть классное упражнение тоже. Его можно использовать любым людям, помогающим профессии. Когда вы подходите к человеку, посмотрите, какого цвета его глаза. А потом, грубо говоря, в конце дня группой обсудите, какое количество глаз вы больше всего встретили в течение дня. Почему это полезно? Потому что открытый взгляд глаза в глаза говорит о том, что я тебя принимаю. Я тебя вижу. И ты находишься на безопасной территории. И это прям, понимаешь, очень многие люди, говоря о здоровье, думают только о том, что, знаешь, фокусируют свое внимание на том, что болит. Вот смотри, даже ты вопросы сейчас мне задаешь. Ну, естественно, задаешь из того опыта, который тебе приходит в жизни. О проблемах. То есть поставили штамп в паспорте, поругались там, не смогли построить коммуникации. Вместо того, чтобы задать себе вопрос, а как по-другому можно? А как можно веселее? А как можно легче? Как можно интереснее? А как можно так, чтобы почувствовать себя в безопасности? Ведь, по сути дела, все, что с нами происходит... Я же поняла, не переделывать друг друга. Нет. Не перекраивать. Нет. Не пытаться изменить человека, а действительно принять его таким, какой он есть. И смотри, я тебе сейчас и всем зрителям приведу одну, на мой взгляд, потрясающую метафору, потому что, когда я ее в семейных, особенно, отношениях демонстрирую, у людей инсайты случаются. Вот смотри, человек подходит к зеркалу и видит, что в этом зеркале что-то не так. Ну, например, галстук сместился вправо или влево. Что делает этот человек? Он начинает ругаться на зеркало и кричать. Ну-ка, поправь, пожалуйста, бабочку так, как мне хочется, чтобы ты ее поправил. Но он же так не делает. Он бабочку поправляет на себе. И то, что я сейчас рассказываю, это классная практика научиться поправлять бабочку на себе. Потому что, когда меняется... Вот когда, помнишь, ты рассказывала, вот система, да? Вот система сбалансирована. Поменяли один элемент, другие элементы всегда подстроятся под тебя. Мы не знаем, как это может произойти. У нас нет огромного опыта, который существует у всех людей мира, да? А что еще дает наблюдение? Это возможность снимать модели успешной реализации каких-то проектов. Ведь вспоминаем, как обучаются дети. Они не умеют ни говорить, ни писать, ни читать. У них есть только сенсорные органы, органы чувств. И они, наблюдая за родителями... Учатся всему остальному. Конечно. Да, и то же самое в отношении. Вот, кстати, сейчас перешли к детям. Очень часто возникают проблемы между родителями, детьми. Роли смещаются, меняются. И очень много всего негативного появляется. И это тоже задача взрослого человека – помочь маленькому ребенку пройти все этапы взросления. У каждого психолога есть модель описания мира. То есть, смотри, если мы возьмем, например, квантовую физику и возьмем строение атома, в нейропсихологии квантовая физика, то никто не видел на самом деле, как выглядел этот атом. Его придумали, предположили и нарисовали, что это вот так. Равно как и каждый психолог пытается объяснить работу психики через какие-то метафорические образы. Потому что нашему мозгу... Это как-то сложно потрогать, увидеть, задать форму. Да, абсолютно право. Наш мозг воспринимает четкую, конкретную информацию. И через простые символы мы можем загрузить туда модели. И есть такой очень известный терапевт Эрик Берн. У него есть книга, она называется «Игры, в которые играют люди». Я прям рекомендую ее почитать, кто хочет немножко больше разобраться в практической психологии. Но если очень коротко... Что-то я пыталась, мне как-то не зашло. Пыталась дважды. Окей, я за пять минут сейчас ее расскажу. Мне подарила ее подруга. На день рождения со словами «тебе точно понравится». Но что-то вот как-то вот она уже который год живет на полке, и руки доходят, пять страниц. Поэтому я за него сделаю. Возможно, да. Возможно, у него очень сложный философский язык. Поэтому я расскажу, как можно проще. Смотри, Эрик Берн говорит, что у человека есть в процессе формирования психики, в процессе взросления три эго-состояния. Что такое эго-состояние? То, как я проявляю себя в мир. И он назвал эти три состояния – ребенок, родитель и взрослый. У каждого эго-состояния есть свой стереотип поведения. Например, ребенок всегда говорит «я хочу, 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 хочу». И когда дети маленькие, они это «хочу» реализуют разными способами. Кто-то капризничает, кто-то подстраивается, кто-то становится мягкой, ласковой кошечкой. И это мозг записывает как импринты, как доминанты стратегии достижения целей. Понимаешь, это никуда не уходит, это сохраняется с нами. Очень важный навык быть в состоянии ребенка – это задавать себе вопрос «чего я хочу?» и «почему». Потому что именно эти качества помогают расширять карту реальности. Ты знаешь, когда Марк Цукербер приехал в Москву, у него слово «почему» за одну минуту сыпалось по 20 раз. А почему брусчатка на Красной площади? А почему это интересно? А нравится ли это людям? А почему? А как ее меняют? Расширяется карта реальности. Мозг через игру, через состояние «хочу» и «почему» расширяет нейронные сети. Это очень важное состояние, его нельзя отрицать. То есть нужно все-таки прочитать, да? Нужно научиться этому. Даже не прочитать, понять, что в состоянии ребенка я хочу и мне интересно, и я очень быстро обучаюсь. Но у ребенка есть, у эго-состояния ребенка есть один большой минус. Там очень много страхов, там очень много ограничений, там много манипуляций. И многие женщины взрослые в возрасте 40-50 лет продолжают вести себя как маленькие девочки. Я думаю, что если сейчас есть мужчины, которые слушают эту программу, они меня поймут. Хочу, хочу и слезы, хочу и слезы. Это состояние маленькой девочки. Мы взрослеем, появляются у нас в жизни значимые люди, появляются взрослые, которые нас окружают, мы начинаем на них смотреть, смотрим, как они коммуницируют с миром. Это папа, это мама, это наши учителя и это наши родители. Там появляется модель поведения «мне надо сделать», «мне надо» и «я должен». Это значит, что очень многие в этой модели поведения проживают всю жизнь и очень сильно страдают, приходят к неврозам, потому что когда очень много надо и когда ты очень много сильно должен, психика очень сильно напрягается, и мы не снимаем это напряжение. Даже то, чего мы не хотим, мы начинаем делать. И вот в эго-состоянии родителей появляются такие эмоции, как чувство вины и чувство стыда. А сделал ли я правильно? А сделал ли я неправильно? А что скажут другие? Ожидание реакции от других людей, идеальность, соответствие чужому мнению. Это эго-состояние, которое нам нужно знать, но жить в нем постоянно нельзя. Знаешь, что это такое? Чтоб люди поняли старый, добрый, почти русский анекдот. Изя, иди домой. Мама, я хочу кушать. Нет, ты замерз. То есть это вот состояние родителей. Тебе надо сделать то, что я хочу. И очень многие живут в этом состоянии, особенно кто ко мне приходит на консультацию, семейные пары, особенно женщины. Они приходят и начинают рассказывать, что надо сделать ее мужу, чтобы она была счастливой. Ну, то есть, смотри, такая интересная реакция. Человек приходит к психологу, рассказать психологу, что нужно сделать ее мужу. Я на мужа повлиять никак не могу. Понимаешь, да? То есть, соответственно, состояние надо – это такая модель поведения, которая нужна человеку, когда реально что-то надо сделать. И вот самое эффективное состояние, когда мы становимся взрослыми. И там есть только два вопроса. Я могу это сделать или я не могу это сделать? Там появляется и ответственность за свои действия, либо бездействие, и принятие любых ситуаций, и абсолютный баланс. То есть, абсолютный баланс ситуации. Ну, как этот баланс сохранить? Слушай, прямо задавать себе вопросы. Я еще раз повторю, что мышление… Работаем с зеркалом. Да, да. Поправляем бабочки. Да. Не на отражении. Да, да. И задаем вопросы. Себе вопросы задаем. Когда происходит какая-то ситуация? Женщины, да, они очень эмоциональны. Нужно дать себе время отключить эмоции. Понаблюдать за собой, сказать, что я сейчас чувствую. Почему я это чувствую? Чего я на самом деле хочу? Какие свои желания сейчас я обслуживаю своими решениями? И там очень много интересных вопросов возникает. Когда я задаю себе вопрос, могу я это сделать? Я отвечаю честно, да, могу. Я тогда иду и делаю из состояния родителей легко, уверенно. Там появляется много уверенности, много, знаешь, масштаба, много объема. Если я не могу, я задаю себе другой вопрос. Прям запишите его себе. А что, если можно, то как? Вот как я могу? То есть, если я сейчас не могу, что мне нужно добавить, чтобы я смогла? Есть такая волшебная формула. Если к проблеме добавить ресурс, то всегда можно найти решение. То есть, не надо фокусироваться только на проблеме. Уберите оттуда фокус внимания. Добавьте фокус внимания. А какие ресурсы мне нужны, чтобы найти решение? И жизнь становится легче, жизнь становится проще. И также в отношениях. Когда мы начинаем понимать свои потребности, мы начинаем понимать потребности другого человека. Любовь, с точки зрения нейрофизиологии, это прям биохимическая реакция. Там очень много гормонов. В течение 20-30-40 лет этого гормонального состояния не будет. Оно есть какое-то количество времени. Вот когда мы это осознаем честно, и говорим честно, я иду в любовь, я сейчас ее проживаю, ну, будет потом, что внукам рассказать там. Послушай внученька-бабушку, как кавалеры выстраивались. Беремицей. Да, беремицы, да, вот есть такая песня. Но когда я иду в это поиграть, будьте готовы к тому, что с вами тоже будут играть. А когда я честно проявляю себя, какая я есть, не показывая, допустим, знаешь, как часто бывает, девушка не любит готовить, она влюбляется, и она так прям хозяюшка такая. А через три года, когда штамм в паспорте как раз появляется, он говорит, слушай, дорогой, все, уже хватит. Это была демо-версия. Я устала. А теперь я настоящая. Да, а теперь все, я свою задачу решила, добро пожаловать. Жили они долго и счастливо. Вряд ли. То же самое с мужчинами. Я подарю тебе вон ту звезду, я подарю тебе еще что-то, да. То есть какие-то красивые романтические обещания в состоянии определенной нейрофизиологической реакции, они не всегда бывают исполнимы. Поэтому моя рекомендация, будьте честными друг с другом. Показывайте все грани себя. И хорошие, и плохие. Люди, они целостные. Они не могут только сиять. Ну, мы же, смотри, мы же днем работаем, а вечером спим. Но нет же таких кибергов, которые все время работают. Поэтому у нас бывают разные состояния. Мы устаем, мы плачем. И вот навык принимать другого человека таким, какой он есть. Вот он, залог. Да, залог счастливых отношений. Беззаботной, счастливой, семейной жизни. Вот как я все выстроила. Кстати, вот ты говорила про могу, не могу. А как научиться говорить нет? Нет ребенку. Красиво говорить, да. Это про границы. Нет родителям, нет близкому человеку, супругу, супруге. Ведь это тоже очень важный навык. Вот ты правильно сказала, что зачастую мы очень много на себя берем и стараемся охватить и быть и здесь хорошими, и там положительными. И все вот просто сделать идеально, но начинает что-то сыпаться. Потому что ресурс тот самый, он как бы не безграничный, и нам тоже требуется отдых. Но мы же не можем сказать нет. Ну как-то сделать это вот. А почему не можем, тоже мы не можем объяснить. Вот очень интересная история, почему не можем сказать нет. Вот как все-таки научиться красиво говорить нет, и при этом не испытывать того самого чувства вины. Да, смотри, здесь очень интересная конструкция. Твоя же, я тебе сейчас ее верну. Как научиться красиво говорить нет. Ведь говорить нет надо действительно красиво, чтобы не причинить неких болевых ощущений психологически другому человеку. Нет, ну получается не только человеку, но и самому себе. Да. Чтобы не чувствовать себя некомфортно. И говорить нет нужно говорить про себя. Не то чтобы, вот смотри, ну просто давай какую-нибудь ситуацию смоделируем. С детьми отдельная история. До 25 лет люди это дети. У них формируется нейронная сеть, формируются мейлиновые оболочки нейронов. Поэтому с ними нужно немножечко как, ну, ребятам о зверятах, да, вот эта вот история. А если мы говорим про отношения двух взрослых, двух взрослых людей, то мы можем говорить только про себя. Мы можем честно сказать, когда ты так говоришь, я чувствую себя дискомфортно. Вот честно, мне не нравится. Не потому, что ты плохо говоришь. Для тебя, скорее всего, это норма. Но я в этот момент чувствую гнев, обиду, слезы. То есть, когда мы честно другому человеку говорим, что мы ощущаем рядом с ним, когда он делает вот такие вещи, да, и это надо делать в начале отношений, а не через 10 лет. Когда я 10 лет была идеальна, вы понимаете, на обслуживание идеальности человек тратит огромное количество психических, эмоциональных, энергетических ресурсов. А когда я честно говорю, что, слушай, вот ты знаешь, я с 7 утра до 9 утра очень злая. Вот прими это как факт. Ну, я не про себя. Да, 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 мы поняли. Кого нужно кормить. Да, если я не выспалась, да, если я не легла в 10 утра, в 10 вечера, да, или в 11 вечера, то с 7 до 10 ко мне не подходите. Ребят, просто, ну, пожалуйста, ну, честно. Там монстр в это время гуляет. Я с ним хочу побыть. Если вы хотите с ним познакомиться, приходите. И, знаешь, это, по сути дела, обсуждение неких правил и регламентов. Но ты говоришь человеку про себя. Не про то, как ему надо себя вести, как он плохо сейчас себя повел. А мы говорим именно про себя. И это как раз позиция взрослого человека. Когда ты обращаешься, скажи, пожалуйста, а можешь ли ты принять тот факт, что у меня вот так. Я не готовлю. Да, да, да. Если не выспалась, не походи. Да, потому что, ну, если человек живет со стереотипами, что у него женщина должна быть, вот, знаешь, вот эта вот, должна быть, вот эта вот позиция родительская, что она должна и что ей нужно делать. И там такой список, свиток сейчас разверну, подожди, сейчас я разверну. Готовить, стирать, убирать. Так проще заплатить домохозяйке. Реально проще нанять женщину, которая будет справляться с этими задачами профессионально, без выноса мозга. Зачем тебе жениться? Или зачем тебе выходить замуж? А потом ругаться только лишь потому, что у тебя не должным образом, не знаю, поглажена, например, рубашка. То есть, это вопрос смыслов. Зачем я выхожу замуж, чтобы что? Или зачем я женюсь? Чтобы сэкономить на домработнице. Ну, получается. Слушай, такая странная экономия, знаешь, обычно так. Если я не трачу свои деньги, да, для решения каких-то задач, то я в итоге потрачу гораздо больше денег. Ну, так и получается. Конечно. Кто-то получает от этого удовольствие. Давай все-таки подведем итог нашей программы. Давай. Мы в течение двух эфиров разбирались с семейными отношениями. Вот честно, мне не хватило. Я не знаю, как нашим телезрителям, но вот я еще раз повторюсь, что это действительно настолько интересная, настолько обширная тема. И более того, как мне кажется, я не психолог, безусловно, но тем не менее, я так чувствую, что, в принципе, семейные отношения – это некая модель, которая, по сути, если ты у себя дома научишься и себя ощущать, и принимать своего партнера, то, скорее всего, и в жизни тебе будет гораздо проще. На работе, где-то еще, на отдыхе, неважно. Просто ты будешь понимать, как тебе вести себя с тем или иным человеком в той или иной ситуации и чувствовать себя при этом комфортно. Да, и знаешь, это про что? Это про баланс. Когда на море огромный шторм, когда там бушуют волны, я в этот момент в батискафе, в спокойствии наблюдаю, что там происходит. Меня это не трогает. То есть до тех пор, пока нас трогают чужие слова, мы живем не в балансе. И я дам такую метафору волшебную, когда она подарена моим коллегой, бизнес-тренером Арсеном Рябухой, он говорит, что семья – есть не что иное, как аэропорт. Ведь когда самолет прибывает в порт, его там обслуживают, его любят. Причем это не только про мужчин, это про женщин. Ему там делают хорошо. Потому что если самолет не обслужить, он где-то в воздухе может упасть. Поэтому смысл семьи или соединения двух людей – это делать друг другу хорошо. Да, делать друг другу баланс. За комфорт, за баланс и за гармонию. Да, комфорт, баланс, гармония. И этому нужно научиться. Это прям навык тому, чему не учат в школе. Это то, что сейчас принято называть soft skills, либо микроменеджмент. Спасибо, Ника. Спасибо большое. Надеюсь, что у наших телезрителей та самая беззаботная, счастливая семейная жизнь. Мы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова